Издательство «Миф» представляет Павел Бабяк, Роберт Хайер, Змеи в костюмах Как вовремя распознать токсичных коллег и не пострадать от их деструктивных действий Перевод с английского Натальи Яцук Текст читает Павел Дягилев Памяти Джоан Бедарт Введение Большинство людей – честные и законопослушные граждане. Они зарабатывают на жизнь, содержат семью и стараются приносить пользу обществу. Однако некоторые более эгоистичны, озабочены только собой и, судя по всему, лишены нравственного компаса. Им плевать на других, а потребность во власти и собственном престиже в их шкале ценностей перевешивает чувство равенства и справедливости. К сожалению, есть такие люди и в мире бизнеса. Они ставят должностные обязанности и властные полномочия гораздо выше моральных принципов. Поэтому, принимая во внимание расширение доступа к неограниченной власти и огромным ресурсам, а также размывание этических норм и ценностей, вряд ли участившиеся в последнее время случаи злоупотреблений в крупных корпорациях и органах государственной власти, должны нас удивлять. Возможно, у кого-то перед лицом сильнейшего искушения и легкого доступа к власти стирается понимание того, что хорошо, а что плохо. Кто-то считает себя вправе получать вознаграждение пропорциональному масштабу возглавляемой организации и утверждать, что подобное расточительство кажется чрезмерным только тем, у кого мало шансов занять подобный пост. Есть и те, кто успокаивает себя удобными заклинаниями в духе жажды наживы «это хорошо», а успех любой ценой вполне оправдан и даже желателен. Между тем, существует еще одна категория людей, чье поведение и установки потенциально гораздо разрушительнее для организации и ее сотрудников, а также для органов власти и граждан. Представители этой категории, ставшие героями нашей аудиокниги, отличаются такими деструктивными чертами характера, как лживость, манипулятивность, эгоцентризм, бессердечие и прочее. Речь идет о психопатах. Уникальность психопатии состоит в том, что ее специфические признаки во многих случаях характерны для социального поведения, противоречащего общепринятым нормам и законам общества. Американская психиатрическая традиция отожестляет психопатию со социальным расстройством личности. Однако авторы используют этот термин в более широком контексте, подразумевая под психопатами лиц с характерными личностными особенностями, попадающими под критерии различных асоциального, нарциссического и других расстройств личности в рамках официальных диагностических руководств. Примечания научных редакторов. Иногда люди психопатического склада попадают в тюрьму за уголовно наказуемые действия, часто насильственные, против других людей или собственности. Иногда за типичные для белых воротничков преступления, такие как мошенничество, растрата, биржевые махинации. Однако многие, если не большинство, из второй группы редко предстают перед судом, а если это и случается, то отбывают небольшой срок и благополучно возвращаются на скользкую дорожку экономических преступлений. Инструменты диагностики, как мы услышим в главе 2, выявляют широкий диапазон психопатических признаков, от малозаметных, отдельных черт характера, до ярко выраженных. Тех, кто тяготеет к последнему, мы называем психопатическими личностями или психопатами, В сущности, это аналогично описанию человека с высоким кровяным давлением, как страдающего артериальной гипертензией или гипертоника. Многие люди с выраженными психопатическими чертами нарушают закон, но при этом умудряются избегать обвинений и наказания за свои действия. Некоторые исследователи называют их успешными психопатами. Ученые из Виргинского университета выявили, что некоторые психопаты успешно контролируют свои антисоциальные импульсы, и это позволяет говорить о так называемой компенсаторной модели психопатий, примечания научных редакторов. Хотя нам такое определение в данном случае кажется неуместным. Эти люди часто ведут паразитический образ жизни и демонстрируют многие формы девиантного поведения, такие как вопиющее нарушение правил дорожного движения, сексуальные домогательства, насилие в семье, издевательства, нечестная деловая практика и другие, что наносит серьезный психологический, физический и финансовый ущерб окружающим, в том числе их родным и друзьям. С точки зрения героев этой аудиокниги, успех — это власть, престиж и обогащение, и достигается он без учета чувств и благополучия других. И в этом смысле некоторые из них действительно его добиваются, хотя для остальных представителей этой категории успех носит спорадический, переходящий характер, а порой и вовсе граничит с иллюзией. Криминальные психопаты неплохо изучены, но на момент первого издания книги никто не исследовал, сколько людей с психопатическими чертами характера работают в организациях разного типа. Долгие годы профильные специалисты утверждали, что из-за врожденных особенностей таким людям трудно адаптироваться в обществе, а стало быть и построить долгосрочную успешную карьеру в бизнесе. Во всяком случае, так было принято считать до тех пор, пока мы не провели свое исследование. Более десяти лет назад было мало известно о том, как психопат может скрытно действовать в коммерческой и некоммерческой компании, государственной организации, религиозной группе, в научных кругах, военном либо правительственном учреждении. Осознав, что общество нуждается в дополнительной информации о манипуляциях и обмане так называемых успешных психопатов, мы и написали эту книгу. В ее первом издании говорилось, в основу книги легла идея о том, что психопаты действительно работают в современных организациях и нередко весьма успешны по большинству стандартных критериев карьерного роста, а люди, с которыми они взаимодействуют, не замечают их разрушительного влияния. Чтобы придать видимость законности своим поступкам, психопаты способны не только обойти, но и порой взять под контроль системы планирования, преемственности и управления эффективностью организаций. Они умело пользуются слабостью коммуникаций, недостатками организационных систем и процессов, межличностными конфликтами, а также многочисленными факторами стресса, поражающими любую компанию. Они третируют коллег и подчиненных, ухудшая тем самым моральный климат и провоцируя разногласия, что наносит вред всей организации, некоторые даже способны красть и мошенничать. Хотя объем публикуемой научной литературы о криминальных психопатах продолжает расти, пишут на эту тему в основном судмедэксперты, психиатры и специалисты в области уголовного права. Мы же старались описать свои изыскания максимально доступным, нетерминологическим языком и привести реальные примеры из жизни в надежде заполнить некоторые пробелы в понимании читателями бизнес-литературы психопатии как распространенного и крайне неблагоприятного социального явления. Словом, мы хотели рассказать, что значит работать бок о бок с психопатом и как его распознать, для чего описали во многих случаях реальные диалоги и ситуации, с которыми сталкивались сами. Поскольку коллега-психопат в самом деле способен нанести вашей карьере серьезный ущерб явным и неявным способом, мы искренне надеемся, что эти знания помогут вам избежать негативных последствий влияния манипулятора. После выхода в свет первого издания слушатели прислали нам множество обычных и электронных писем с благодарностями, в которых также делились личным опытом взаимодействия с такими коллегами, начальником и даже членами семьи. В отличие от предыдущего издания, теперь у нас есть значительное количество эмпирических исследований по корпоративной психопатии, на результаты которых мы будем постоянно ссылаться в ходе повествования. Эмпирическое исследование. Исследование, направленное непосредственно на объект науки, каким он дается благодаря наблюдению и эксперименту. Корпоративная психопатия. Этот специальный термин возник в связи с активизацией изучения за рубежом той деструктивной роли, которую психопат играет в организациях. Примечание редактора. Хотя с тех пор некоторые наши идеи и предположения относительно психопатии на рабочем месте были всесторонне изучены и подтверждены, исследования в этой области по-прежнему находятся в зачаточном состоянии, и многие вопросы нуждаются в практическом опробировании и проверке. Например, как психопатам удается устроиться в организацию? Каково их влияние на ее деятельность и репутацию? Иными словами, наша цель ознакомить слушателей с новыми знаниями о корпоративной психопатии и поделиться расширенным пониманием этого феномена. Для решения задачи мы прежде всего расскажем слушателям о природе психопатии и о том, какое воздействие оказывают страдающие ею люди на рабочую среду. В главах 1 и 2 подробно анализируются черты и характеристики, свидетельствующие о личностных аномалиях. Главы с 3 по 10 посвящены манипулятивным приемам, применяемым психопатами в общении с жертвами. В третьей части аудиокниги, в главах с 11 по 13, мы предлагаем лучшие практики, основанные на нашем опыте коучинга и консультирования, которую, как мы надеемся, помогут тем, кто полагает, что работает бок о бок с психопатом. Многие представленные в книге концепции проиллюстрированы случаями из практики. Первый – «Дело Дэйва», поделен на 10 сцен по типу пьесы, что поможет слушателю не только выявить психопата в своем окружении, но и связать его действия и манипуляции с описанными обстоятельствами. Начинается рассказ с примера под названием «Случай с Питбуллем». Он включен для того, чтобы слушатели услышали всю цепочку манипуляций такой, какой она часто бывает в реальной жизни. Для большей наглядности в аудиокниге предлагаются и другие, более краткие, конкретные примеры. Примечание – за редким исключением мы не используем настоящих имен действующих лиц и изменили идентифицирующие данные. Кроме того, мы поместили обновленные записи об исследованиях в раздел «За кулисами» и даем на него ссылки в аудиокниге. Например, первый дополнительный материал к главе 2 называется «За кулисами. Природа или воспитание?» И то, и другое. Эти материалы вынесены в конец каждой главы, чтобы заинтересованные в углубленном изучении психопатии слушатели могли на них сосредоточиться, а остальные, без малейшего ущерба для прослушивания, их пропустить и перейти к следующей главе. Чтобы побудить слушателей глубже обдумать наиболее важные моменты, мы включили в это издание раздел «Вопросы для размышления», который можно использовать в учебной аудитории или дискуссионном клубе. В разделе «Примечания» даны ссылки на обсуждаемый в аудиокниге материал. Они организованы по главам. Поскольку о психопатии снято довольно много документальных фильмов, лучшие из них вынесены в особый раздел «Рекомендованные документальные фильмы». Слушатели также могут зайти на сайт www.hair.org, чтобы ознакомиться с обновленным списком книг и статей о психопатии. В большинстве случаев там есть прямые ссылки и выдержки из статей. На страницах Общества по изучению психопатии Society for the Scientific Study of Psychopathy, SSSP, и неприбыльной организации Aftermath Surviving Psychopathy Foundation представлена важная информация об исследованиях в области пограничной психиатрии и способах выживания при взаимодействии с психопатами. Итак, из аудиокниги вы узнаете, как эти двуличные люди манипулируют окружающими, поймете, в какие игры они играют, и получите рекомендации о том, как защитить от них себя, свою карьеру и компанию. Дело Дэйва. Могут ли змеи хорошо одеваться? Акт первый, сцена первая. Грандиозный выход. Судя по вылизанному, уверенному и значительному виду, можно было подумать, что Дэйв явился на фотосессию в журнал GQ. Из всех прошедших собеседования он казался самым презентабельным. Прекрасно сшитый костюм, ослепительная широкая улыбка, хрустящая белая сорочка, как и все остальные детали его облика, были верхом совершенства. «Здравствуйте, меня зовут Дэйв. Я пришел на встречу с Фрэнком», – сказал он секретарю, которая уже заметила его, впрочем, как и другие молодые женщины, ненавязчиво расположившиеся в приемной. «Я позвоню ему, сэр. Пожалуйста, присаживайтесь», – ответила секретарь. «Приятно видеть вас снова», – с улыбкой произнесла она. «И правда приятно», – подумала девушка, мысленно улыбнувшись и бросив взгляд на соперниц. «Здравствуйте, Дэйв, рад снова вас видеть», – прозвучал с другого конца комнаты голос Фрэнка, направлявшегося к посетителю. «Как добрались?» «Прекрасно. Поездка была приятной», – произнес Дэйв, крепко пожимая руку Фрэнка. «Сегодня вам предстоят еще два собеседования», – сказал Фрэнк. «С вами побеседуют люди из отдела персонала, после чего состоится встреча с моим боссом, нашим вице-президентом, а затем обед и небольшая экскурсия». «Отлично, я готов», – воодушевленно ответил Дэйв. Gary Depp Technologies – высокотехнологичная компания, созданная в гараже на Среднем Западе, стремительно взлетела к вершинам, превзойдя самые смелые мечты своих основателей, и в связи с невероятным ростом остро нуждалась в организационных изменениях, не последним из которых была потребность в увеличении количества персонала. Руководители искали лучших специалистов, чтобы справиться с растущим спросом на продукты компании. Мало кто из кандидатов на вакантные места имел специальное образование и подходящий опыт, но у Дэйва было именно такое резюме. Собеседование в отдел персонала прошло лучше, чем обычно проходят подобные встречи. Как правило, специалисты по подбору персонала глубже изучают мотивацию кандидатов, чем интервьюеры в подразделениях, и уточняют слишком много деталей, касающихся предыдущих мест работы и рекомендаций. Однако Дэйв вел себя учтиво и легко шел навстречу. «Я пробуду здесь столько, сколько нужно», – с улыбкой сказал он. «Спрашивайте что угодно, я для этого и пришел». Из отдела персонала Дэйва провели в административное крыло. «Добро пожаловать, Дэйв, рад наконец познакомиться с вами», – произнес Джон, вице-президент компании по новым продуктам, отметив красивый галстук на фоне крахмальной рубашки Дэйва. «Когда ехали?» «Превосходно», – сказал Дэйв. «У вас замечательно. Жду не дождусь, когда смогу все как следует рассмотреть. Ваш комплекс просто поразителен. Я никогда не видел такой архитектуры». «Благодарю», – ответил Джон. «Мы пытаемся сделать его комфортным для сотрудников. Успех имеет преимущество, и мы не экономим на благах цивилизации». «Я слышал кое-что о вашем стратегическом плане от Фрэнка и изучил сайт компании, но хотел бы узнать подробности от вас как главного стратега ее успеха. Как вы всего этого добились?» – спросил Дэйв. С удовлетворением отметив интерес Дэйва к перспективам развития компании, Джон достал с книжной полки папку, чтобы показать некоторые графики, и начал подробно описывать свой план. «Невероятно! Вы проделали поистине отличную работу по организации всего этого», – воскликнул Дэйв. Джону было приятно общаться с человеком, который, несмотря на свой возраст, так хорошо понимает тонкости создания бизнеса. Отложив в сторону листок с вопросами для собеседования, подготовленные специалистами из отдела персонала, он попросил Дэйва рассказать о себе. Дэйв начал охотно описывать свою трудовую биографию, украшая повествование множеством примеров, отвечающих уважительному отношению Джона к таким добродетелям, как энтузиазм, усердная работа и прилежание. У 35-летнего Дэйва был впечатляющий, документально подтвержденный в виде резюме и портфолио опыт работы, для достижения которого большинству людей понадобилось бы трудиться всю жизнь. Собеседование прошло исключительно хорошо. По его завершении Дэйв протянул руку и с улыбкой сказал, глядя Джону прямо в глаза. «Благодарю за то, что уделили мне время. С нетерпением буду ждать тесного сотрудничества с вами. Я уверен, что могу помочь реализовать ваше стратегическое видение». «Было приятно познакомиться. Надеюсь, увидимся снова», — ответил Джон. Секретарь вице-президента провела Дэйва в приемную, где он должен был встретиться с Фрэнком. «Лучшего претендента не найти», — подумал Джон и позвонил Фрэнку, чтобы сообщить о своем согласии с кандидатурой Дэйва. Фрэнк уже надел пиджак, собираясь отправиться с Дэйвом на обед, но когда он выходил из кабинета, зазвонил телефон. «Я хочу, чтобы сегодня в течение дня мы собрались и обсудили кандидатуру Дэйва», — сказала руководитель отдела персонала. «О, Мелани, в этом нет необходимости. Мы с Джоном уже решили отдать эту должность Дэйву. Я собираюсь пообедать с ним и сделать ему предложение». «Но мы же договорились, что соберем всех специалистов, проводивших собеседование, и тщательно обсудим каждого кандидата. Кроме того, мы хотели пригласить Тома, парня из Нью-Йорка, на повторное собеседование», — напомнила она Фрэнку. «Это не понадобится. Очевидно, лучшего кандидата, чем Дэйв, нам не найти», — сказал Фрэнк и повесил трубку. Он был рад, что удалось отыскать человека, который подходит как для должности, так и для организации, и не хотел упустить его. Во время обеда Фрэнк предложил должность Дэйву, однако тот вначале отказался, ссылаясь на небольшую заработную плату, хотя на самом деле она была довольно высокой. Фрэнк решил предложить Дэйву более выгодные условия, поощрительную премию и пересмотр жалования через полгода. К его радости Дэйв принял улучшенное предложение. Разглядев, как ему казалось в этом человеке лидерский потенциал, Фрэнк верил, что стиль Дэйва, а также его интеллект и профессиональная компетентность делают его идеальным кандидатом на руководящую должность в их успешной, стремительно развивающейся компании из сферы высоких технологий. Все проводившие собеседования специалисты посчитали Дэйва безупречным, а как отметил один из сотрудников лаборатории, претендент даже слишком хорош, чтобы это было правдой. Через две недели Дэйв должен был приступить к работе под началом Фрэнка. Такая картина становится все более распространенной по мере того, как компании ускоренными темпами совершенствуют практику подбора персонала, направленную на привлечение и удержание новых перспективных специалистов, прежде чем их заполучат конкуренты. Времена тщательной проверки соискателей вакансий остались в прошлом. Конкуренция обострилась, а квалифицированных кандидатов оказалось немного. Бизнес развивается очень быстро, и здравый смысл подсказывает, что тот, кто действует нерешительно, проигрывает. Но был ли выбор кандидатуры Дэйва правильным? В ходе повествования мы проследим за Дэйвом и другими подобными персонажами и попытаемся понять, что делает их столь привлекательными, хоть и потенциально опасными для организации. Мы проанализируем, как такие люди попадают в компанию и продвигаются по карьерной лестнице на должности с большей властью и влиянием, где они могут нанести серьезный ущерб не только организации, но и отдельным ее членам. Затем мы дадим их сотрудникам и коллегам, которые могут стать мишенью нападок, а также руководителям среднего и высшего звена, несколько рекомендаций относительно того, как обезопасить организацию от бессовестного манипулирования. Вопросы для размышления. Как бы вы описали личность Дэйва? Вы наняли бы его на работу? Было ли в поведении Дэйва нечто такое, что заставило вас усомниться в правильности решения Фрэнка нанять его? Заметили ли вы что-нибудь подозрительное в поведении Дэйва? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова